МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый летальный случай. Нижнекамец скончался от коронавируса. Сад по справке. Когда дети вернутся в дошкольные учреждения? Соблюдая дистанцию, как будут учиться школьники. Обсудили будущее. Красный ключ ждут большие перемены. В Нижнекамске усилили контроль за самоизоляцией. Сменили клюшки и кресла руководителей на лопаты и саженцы. Нефтехимики высадили деревья. День победы, как Нижнекамск отметит 9 мая. Это новости на телеканале НТР в студии Кирилл Давкаев. Здравствуйте. Сегодня оперштаб республики подтвердил в Нижнекамске первый случай смерти от коронавирусной инфекции. Жертвой болезни стал мужчина 38-го года рождения. 1 мая он был госпитализирован с жалобами на кашель, слабость и повышенную температуру. Находился в стационаре в инфекционном отделении Нижнекамской больницы с тяжелым течением новой коронавирусной инфекции COVID-19, осложненной внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией. 4 мая был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, имел хронические заболевания, хоббл и сахарный диабет. О его кончении еще накануне сообщила внучка на своей странице в соцсети. Она же написала, что дед был полон сил. Даже когда его увозили на скорой, волновался за рассаду и огородные дела. У него было огромное желание жить. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Всего в Нижнекамске зарегистрировано 73 случая коронавирусной инфекции. За сутки подтвержден один новый случай. Сообщается, что заразившийся проходит лечение амбулаторно. У него нет симптомов заболевания. Кроме того, за сутки еще один Нижнекамец выздоровел. Сейчас на территории Татарстана заходить в магазины и ездить в общественном транспорте без маски запрещено. Однако многие правилами безопасности почему-то пренебрегают. Такое отношение к своему здоровью может привести к неприятному общению с сотрудниками правоохранительных органов. Сегодня вечером полицейские провели первый рейд торговых точек на предмет соблюдения масочного режима. Они дежурили сразу в нескольких торговых центрах. На покупателей, заходивших в магазин без масок, были составлены протоколы по статье 20.6.1. Это та же статья, по которой наказывают за нарушение режима самоизоляции. Административные материалы составлены на несколько десятков горожан. Выходные патрулирования улиц будет усилено. В частности, со стороны госавтоинспекции, сотрудники которой будут дежурить в том числе и на выездах из Нижнекамска. Потому, собираясь за город, не забывайте документы и получайте смс-пропуска. Через три дня все детские сады республики откроют свои двери для своих подопечных. Для получения справки от педиатра тем, кто не посещал детский сад, идти в поликлинику не нужно. Доктора сами придут до школьного учреждения. В Нижнекамске определили 13 дежурных садов, где будут выдавать справки 10 и 11 мая. О том, где и как можно получить разрешение на посещение детского сада, расскажет Айгуль Яблонская. Эта группа пустует уже с 30 марта. Те дети, чьи родители работали во время самоизоляции, посещали другие дежурные группы. Отрадно, что через три дня все они вернутся в свои родные группы к любимым воспитателям и к любимым игрушкам. Но сначала тем, кто долгое время отсутствовал, нужно будет получить справку от педиатра. И не в поликлинике, а прямо в детском саду. У нас выделено два кабинета. В каждом будет сидеть педиатр и медсестра. Вот все подготовили. Здесь родители будут ожидать. На входе их будет встречать администратор, провожать, все объяснять, куда, что. Медпункт 95-го детсада на два дня станет кабинетом педиатров. Здесь будут выдавать справки воспитанникам 80-го, 92-го и 94-го сада. У нас все подготовлено. Подготовлены помещения. Мы знаем траекторию движения детей и родителей. То есть, когда они придут к нам в детский сад, они могут погулять и на территории детского сада. Мы определили отдельный вход для посещения, где будет встречать дежурный администратор. Мы провожаем медицинский блок, и здесь они получают справочки. Проводить осмотр детей и выдавать справки врачи-педиатры будут 10 и 11 мая в 13 детских садах. Каждому из них прикрепили по несколько дошкольных учреждений. Точный список вы видите на своих экранах. Для оперативной выдачи справок привлекли 78 педиатров. В каждом детском саду вести прием будут по три врача. Просьба приходить с ребенком без карточки. Маска на вас. Маска на ребенке. И огромная просьба тем, у кого есть предписание, кто был в контакте с больными ковид, кто прибыл из других стран и в других регионах Российской Федерации, не приходить. Чтобы не было очередей в детских учреждениях, каждому назначат свое время. Родителям, чьи дети пойдут в садик, воспитатели лично сообщат, куда и во сколько нужно будет подойти за справкой. Айгу Леблонская, Факри Исламов, Новости НТР. Татарстанские школьники с 12 мая продолжат учиться в дистанционном режиме. Планируется, что учащиеся с 1 по 8 классов закончат учебу и идут на летние каникулы 23 мая старшеклассники 30-го. Решение о том, что ученики 9-го, 10-го, 11-го классов будут учиться дольше, было принято, поскольку им нужно готовиться к экзаменам. Касаемо ОГЭ, которые сдают учащиеся 9-х классов, в управлении образования нам ответили, что экзамен официально никто не отменял. Точная информация станет известна чуть позже. А вот будут ли работать до пришкольных лагеря, сообщат после 15 мая. Все зависит от общей обстановки, связанной с коронавирусом. Есть еще важная информация. Сегодня начался второй этап раздачи сухих пайков школьникам, которые питаются бесплатно. Родители получали их в школах города и района. В продуктовый набор вошли макароны, гречка, рис, сахар, подсолнечное масло, сыр, сгущенное молоко, шоколад, сок и тушенка. Всего будут выданы больше 3000 наборов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Завтра страна отметит 75-летие окончания Великой Отечественной войны. Празднование юбилейной даты Победы в этом году претерпит изменения, связанные с ситуацией с коронавирусом. В частности, ветеранов войны планируется поздравлять адресно. По традиции пройдет ряд знаковых мероприятий. Так, на городском кладбище возложат цветы на братскую могилу, где 31 января этого года были захоронены бойцы татарского лыжного батальона. Возложение цветов пройдет и на монументе Победы. Но вот салюта не будет. Зато в 22.00 нижнекамцев приглашают к участию в акции «Фонарики Победы». Нужно подойти к своему окну с фонариком, смартфоном или свечой. В настоящее время на территории района проживают около 1200 ветеранов Великой Отечественной войны. Из них непосредственно самих участников, а также лиц, приравненных к ним, примерно 60 человек. За годы Великой Отечественной войны с Нижнекамской территории было призвано 8171 человек, из которых 4885 погибли. 9 мая оставайтесь дома, а мы покажем, каким был праздник в Нижнекамске. В 9 утра смотрите на нашем канале прямую трансляцию возложения цветов к монументу Победы и к месту захоронения бойцов лыжного батальона. В 6 вечера спецвыпуск программы «Нелоклара» в 19.00. Итоговые новости. А еще поздравления ветеранов в рамках флешмоба «День Победы вместе», «Песни Победы», «Исторический проект НТР», «Герои войны» и виртуальная экскурсия по новому музею поискового отряда «Нефтехимик». Не пропустите. Аллея из «Молодых сосен» появилась сегодня вдоль Соболековской трассы. Руководители Нижнекамск-Нефтехима совместно с депутатом Госдумы Федерального собрания Российской Федерации Ириком Зинуровым и ведущими игроками хоккейной команды «Нефтехимик» высадили саженцы как дань уважения героям Отечественной войны. Четыре колышка обвязывают веревкой. Фиксаторы для молодых сосен готовы. Это убережет саженцы, пока они не наберут силу. Хвойную аллею вдоль Соболековской трассы сегодня посадили хоккеисты, работники Нижнекамск-Нефтехима во главе с директорским корпусом. Вышли всем коллективом, пригласили ветеранов Нижнекамск-Нефтехимом посадить деревья. Это в очередной раз показывает, насколько мы интегрированы с городом, всегда вместе, всегда работаем во благо нашего города. И пускай наш город так остается самым зеленым не только в Республике Татарстан, но и в России. Есть у этого озеленения и особый смысл. Так компания присоединилась к международной акции «Сад памяти-2020», организованной в честь 75-летия Победы. По задумке, по всей стране высадят 27 миллионов деревьев. По дереву, в память о каждом из погибших в Отечественной войне. Меня просили, кому можно посвятить этот саженец, который посажен. Я сказал, что это как неизвестному солдату, который объединяет себе уже всех погибших. Теперь, проезжая вдоль главной транспортной артерии Нижнекамска, можно увидеть 75 сосен. Увидеть и понять. За каждым этим деревцем жизнь героя. Наталья Лушникова, Фахри Исламов, Новости НТР. Свыше трех тысяч средств индивидуальной защиты получились сегодня от нефтехимиков, персонал управления социальной защитой, здравоохранения и станции скорой помощи. Руководство Нижнекамска «Нефтехима» и игроки хоккейного клуба «Нефтехимик», вручая очередную партию масок, поблагодарили медиков и соцработников за их деятельность. Общаясь с большим количеством людей в период пандемии коронавируса, они особенно уязвимы. Прощаясь, спортсмены передали стафету благотворительности под названием «Спасибо врачам» своим соперникам по льду. Сегодня мы ездили, передавали медицинские маски социальным и медицинским учреждениям. Передаем стафету хоккейному клубу «Акбарс». Маски очень необходимы, потому что все социальные учреждения у нас работают в полном режиме. Никто на удаленку у нас не уведен. В том числе два наших стационарных учреждения закрыты совместно с сотрудниками вообще на полную изоляцию. То есть сотрудники – это психоневрологический Камско-Полянский интернат и социальный приют «Балкыш» в Нижнекамске. Дети вместе с сотрудниками полностью проживают там. Поэтому им крайне необходимы и маски, и ДЭС-средства, и средства для рук. И эта помощь нам очень необходима. Спасибо большое группе «Таиф», хоккейному клубу. Очень им благодарны. Ветераны продолжают получать поздравления. В преддверии Дня Великой Победы активисты вручают подарки. Сегодня таким образом солдат Великой Отечественной войны поблагодарили работники сети быстрого питания «Сельпоели». Школьницы в военной форме стараются успеть, ведь сегодня им предстоит посетить не один адрес. В гости к ветеранам идут не с пустыми руками. Всевозможная выпечка и чайный набор. Все для того, чтобы поздравить ветеранов и создать им атмосферу праздника. Дорогой Михаил Харламович, мы хотим вас поздравить с праздником и вручить вам этот подарок. Спасибо вам огромное для вашей заслуги и мирное небо над головой. Рядового Михаила Леонтьева в 43-м направили на Дальний Восток. Домой Нижнекамец вернулся только в 50-м году с Японской войны. Пиджак фронтовика украшают многочисленные награды, главные из которых два ордена Великой Отечественной войны – Первой и Второй степеней. Взяли нас в 43-м году в октябре вместе и поехали на родину защищать их, Дальний Восток, с Японии воевать. В преддверии праздника Дня Победы сеть быстрого питания сели-поели. Решила сделать приятные подарки нашим ветеранам. То есть небольшие подарки сегодня мы подарили ветеранам от нашей сети Пекарен. Для нас это, скажем, от души, ветеранам очень приятно. Еще бы хотелось от себя лично и от лица всей компании поздравить всех ветеранов с праздником Великой Победы. Счастья им и здоровья. Сеть Пекарен сели-поели продолжает работать в режиме ограничений только на выдачу продукции. Ассортимент выпечки порадует каждого. Пекарни работают с 9 утра и до 9 вечера. Светлана Шумкова, Булат Абдульманов, Новости НТР. Экопарк, дворы, усадьба Стахеевых. Айдар Медшин провел выездное совещание на Красном Ключе. Айдар Медшин осценил ход работы по программе «Наш двор» в поселке Красный Ключ и посмотрел подготовительные работы на территории будущего экопарка. Проект последнего будет реализован в несколько этапов. В текущем году работы по благоустройству начнутся на участке от парковки около городской набережной в сторону озера Караколь. По проекту на территории будущего экопарка будет создан водоем. К его благоустройству уже приступили. Также появятся экотропы, зоны отдыха, игровые и образовательные площадки, мостовые переходы. Большие планы у руководства района и по благоустройству усадьбы Стахеевых, которая в перспективе соединится с единым комплексом с экопарком. В настоящее время выполнена историческая экспертиза, которая покажет региональное значение объекта культурного наследия. Сейчас прорабатываются идеи внутреннего наполнения усадьбы. Ведутся поиски по включению данного объекта в существующие программы восстановления объектов культурного наследия. Житель Нижнекамского района покрасил свои заборы цвета российского и татарстанского флагов. Вот так патриотично Розат Даудов решил отпраздновать столетие ТССР. Сейчас его двор выглядит опрятно и торжественно. Одна сторона выкрашена в бело-сине-красные цвета, другая – в зелено-бело-красные. На фоне триколоров баянист исполнил гимны Татарстана и России. Это была его давняя мечта. В прошлом году из лица привез кустарники диаметром 20-25 миллиметров примерно. Ну, все, думал, что-то оживить, как-то радовать людей и самому, чтобы прекрасно было. И решил сделать, покрасить на российский флаг. И вот покрасил. Очень прекрасно получилось. Об этой теме нам рассказали телезрители. Если у вас есть важная тема или предложение, вы можете связаться с нашей редакцией по телефону 40 07 70. Также пишите нам на сайт его адрес интердифис24.ру или же на WhatsApp 8 917 9373 077. Ну и в завершении выпуска. Нижнеканцы могут приобрести квартиру на самых выгодных условиях. Акбарсбанк запустил льготную ипотеку всего под 6,2%. Это существенно ниже, чем было до этого. О том, как оформить жилье по доступной цене и осуществить давнюю мечту, расскажет наш корреспондент. Здравствуйте, проходите. Здравствуйте. Вячеслав Павелев долгое время снимал квартиру за двушку, платил около 11 тысяч рублей. И это без коммуналки. Это больше половины семейного бюджета. Потому молодой человек решил приобрести собственное жилье. Обратился в Акбарсбанк. Здесь предлагают льготную ипотеку всего под 6,2% годовых. Это существенно ниже, чем было до этого. Слышал, что в банке есть очень привлекательные условия по программе льготную ипотечную квалифицирование в 2020 году. Решил обратиться к специалистам, которые консультировали по данным вопросам. С учетом того, какие раньше были процентные структы, это очень важно. Программа пользуется популярностью. Ведь теперь льготная ипотека многим клиентам стала по карману. Приобрести жилье по низкой ставке можно в новостройке и на определенную сумму. Для Москвы, области и Санкт-Петербурга это 8 миллионов рублей. Для остальных регионов, в том числе для Татарстана, не более трех. Программа рассчитана на всех граждан России. Ипотека по ставке 6,2% годовых выдается на приобретение квартиры или таунхауса у застройщика, то есть у юридического лица, на срок от 1 года до 30 лет. Первоначальный взнос по этой программе должен составить от 20 до 80%. Программа льготной ипотеки призвана не просто поддержать людей, но и помочь воплотить давнюю мечту по доступной цене. Оформить документы для получения кредита можно до 1 ноября текущего года. Оставить заявку или получить подробную информацию можно в любом офисе Акбарсбанка или на официальном сайте. Его адрес указан на экране. Вячеслав Павелев один из первых, кто воспользовался этой программой. В ближайшее время он планирует отпраздновать новоселье. Пригласит друзей и родственников в новой квартире. Места хватит всем. Альбина Валеева, Булат Абдульманов, новости НТР. Ну а на этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Не пропустите. Я же с вами прощаюсь и напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70 посредством нашего сайта НТР Дефис 24.ру, а также в WhatsApp его номер 8-917-9373-077. Будьте здоровы, берегите себя и до завтра. В субботу 9 мая в Нижнекамске облачно с прояснениями. Столбик термометра поднимется до 26 градусов тепла. Ветер южный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров прутутного столба. В воскресенье погода останется без существенных изменений. Продолжение следует...